Нагануне летней жары спасатели учились тушить пожары в лесных массивах. По легенде, учений деревья загорелись в Балском лесу, после чего огонь стал угрожать домам людей. О том, как готовиться укращать огненную стихию, расскажет Екатерина Банкова. Очаг пожара был обнаружен работникам леса при обходе территории. Из-за погодных условий пламя моментально распространялось на соседние деревья. Была опасность перехода огня на населенный пункт. По замыслу произошло небольшое возгорание, которое переросло в лесной пожар. Для предотвращения катастрофы задействовали подразделения лесничеств. Но с осложнением обстановки подключилась и областная пожарная охрана. Если у нас где-то возгорание, мы сразу долаживаем по телефону дежурный, потом звоним. Если справляемся своими силами, тогда тушим сами. То есть все мобильные, все дома, все на телефонах. Если что, каждый знает свою обязанность. Тот работает хлопушкой, тот с пульверизатором, тот с лопатой. Трактор постоянно, если надо где-то что-то пахать. Сработали слаженно. 94 спасателя личного состава, используя более 22 единиц техники, ликвидировали очаг возгорания за считанные минуты. Очень высокая подготовленность особого склада не только пожарно-ветовальных подразделей, а также слагоджена работа всех взаимодействующих служб и медицинных катастроф. И Главное управление национальной полиции. Также залучались службы районных электромереж. Николай Петрович за 12 лет работы серьезных пожаров в Балтском лесу не помнит. Говорит, все возгорания удавалось ликвидировать на начальных этапах. Север Одесской области отличается тем, что здесь очень много хвойных лесов. А наибольшую угрозу и подверженность пожарам это предоставляет хвойные насаждения. Ну, за последние годы у нас лесных пожаров не было. Каждый год проходят практически такие тренировки у нас в районе. О тенденции уменьшения количества лесных пожаров говорит и мастер леса Александр. По словам специалиста, сознательность населения в последнее время все же возросла. Ну, сейчас уже как бы оно отошло это все. Раньше там 1 мая, 9 мая, ну, вы знаете, как раньше отдыхали. То у людей праздники, а у нас работа. Ни выходных, ни проходных. Потому что с 1 числа и включая по 10, мы постоянно были на посту. Но ни отсутствие выходных, ни физический и моральный труд спасателей не пугает. Случайных людей на службе нет. Это либо призвание, либо человек через пару месяцев уволится. Борис работает уже седьмой год. Проблема выбора профессии перед парнем не стояла. Все мужчины в семье работали пожарными. Потому парень определился еще в раннем детстве. Было на кого равняться, была мечта. Я с детства хотел быть спасателем. На наших же плечах лежит ответственность большая. Потому что мы едем, мы не знаем, что там. Там могут быть, мы должны спасать жизни других людей. Ну, такая наша работа. Мы все знаем, на что мы шли изначально, когда устраивались сюда. То есть, каждый вызов для нас, мы не знаем, что там будет. И едем просто в надежде, чтобы не было жертв. До конца мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели обращаются к населению с просьбой быть внимательней. Ведь предупредить возгорание легче, чем потушить. Екатерина Банкова, Виталий Кононов, 7 канал.